Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете о том, что встречаетесь с мужчиной более 8-летно, вас связывает только интимная сфера, очень любите его и других мужчин не рассматривать, а он знакомится с другими девочками. Ну, начать, пожалуй, здесь стоит с того, вот как бы я сказал, начать здесь стоит с того, что есть, как мне кажется, некая противоречия в том, что вас связывает только интимная сфера, вы встречаетесь более 8-ми лет или около 8-ми лет, неважно, и вы говорите, что вы его любите. То есть, получается, что ваша любовь, она основана, вот, только на, ну, только на вот, что интимная составляющая получает или как. То есть, вот, мне кажется, надо бы этот момент в какой-то степени пояснить вам, потому что не совсем понятно, что вы здесь имеете в виду. Следующий, следующий аспект, следующий аспект. Вы говорите, значит, о том, что он знакомится с другими девушками, вы его любите, вот, и не заглядывает на других мужчин. Ну, где здесь, там, связь, опять же, на первый взгляд, сказать достаточно трудно, вот, ага, ну, просто потому что, если вы выстраиваете, а, такие вот отношения, а, ну, такие отношения, а, только на сексе, основанное, то, чего вы, чего вы хотели тогда? Этот момент я, честно говоря, несколько не ловил, вот, может быть, может быть, я чего-то не понял, исходя из вашего рассказа. Но, пока что, мне этот аспект не совсем ясен. Вот, если вы говорите, что вас объединяет только интимная сфера, а, и в то же время, и тут же вы говорите, что любите, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я скорее говорю о том, что противоречия возникают, как по мне, вот о чём я пытаюсь сказать, а вот так я ни в коем случае не думаю, что нельзя любить или основываться там, только на интернете, допустим. Дальше, дальше, следующий момент, это момент, связанный с тем, что вы говорите про ваш очень плохое соначивство, очень плохое состояние, когда вы без, ну, без человека. Именно что вам очень плохо без человека, как вы говорите. Это, на мой взгляд, тоже достаточно важный момент, здорово, что вы на эту тему заговорили. Ситуация следующая. Необходимо понять, чем именно вам плохо. То есть, необходимо понять, что именно вам плохо. как именно вам плохо без человека, ну, без, без мужчины. Вот. Всё, в чём именно вы нуждаетесь в нём. Чего именно вы хотели бы. Вот. И так далее. Это крайне важный момент. Я думаю, что никто из, точнее все коллеги согласятся, согласятся с тем, что у вас есть все признаки любовной зависимости. Вот. Ну, а причины для любовной зависимости, в принципе, они достаточно стандартные. Это страх одиночества. Это заниженная самооценка. Это, ну, может быть, в какой-то степени попытка заслужить одобрение. Это и определённая идеализация человека. Ну, вам имеется в виду, да, то есть, имеется в виду, что вы идеализируете, а, значит, мужчину. И это не, ну, не даёт вам, вот, именно факт того, что вы его, а, идеализируете, не даёт вам возможности, а, его отпустить. Хотя, а, хотя, может быть, он с вами, а, никогда не был. Вот. Как бы это, ну, как бы это не было бы неприятно, как бы это неприятно не звучало бы лава. Вот. Так что момент здесь такой, и ему необходимо, а, ну, принимать во внимание. А, значит, дальше. Обратите внимание, а, значит, что вы пишете, я не знаю, как мне быть, а, как быть, чтобы что. Вы не ставите вопрос о том, а, чтобы, к примеру, мы помогли вам выйти из отношений этих болезненных, вы не ставите о своей, допустим, целью, а, ну, себе забрать, к примеру. У вас, эм, такой цели нет. Так, э, возникает в таком случае вопрос. Чего же вы хотите? Что вам нужно? Для чего вы написали эту сообщину, чтобы что? Вот. А, собственно, на эту тему я хотел бы, чтобы вы тоже поразмыслили. Хотите ли вы на самом деле, эм, выйти из, эм, 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 отношений с человеком? Хотите ли вы на самом деле, эм, эм, стать свободной? Или же, или же, может быть, ситуация такова, что вы боитесь? Или, может быть, ситуация такова, что вы эм, не видите? Для себя ничего более интересного и более позитивного, чем находиться в этих отношениях. Потому что восемь лет, восемь лет, вы были в них, ну, в отношениях, я наверно. В восемь лет вы человека ждали, ну, я так полагаю, что вы его ждали. и, эм, он привык к этому. Он привык, что вы его ждете, он привык, что вы, эм, ну, сколько угодно, готовы терпеть, сколько угодно, эм, можно игнорировать ваши потребности, ваши, ваше достоинство, эм, ваши желания, и так далее. Все это, мужчина привык игнорировать. Не потому что, не потому что он такой плохой. Нет. А потому что вы так себя зарекомендовали. Вы так себя позиционировали. В течение, что важно, восьми лет, я бы преследовал то, что вы называете любовью. Я бы преследовал на что направлена ваша любовь. Какой у нее вектор? Это куда более важный момент. Ну и наконец, если вы не реализованы, я полагаю, что с собственными целями, собственными ценностями у вас есть некоторые проблемы, потому что только, находясь в таком, примерно, положении, можно столь долго позволять, эм, ну, использовать себя. Ребят. Я полагаю, если у вас с целями, с своими, ну, с своим целеполаганом есть проблемы. И из-за этого, в том числе, вы, ну, находитесь в этих отношениях. Вот. Поэтому, эм, нужно, работать с этим. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. И вы сможете, наконец, повысить качество своей жизни. До ночи, мама! Продолжение следует...